У нас и здесь предельно точная и открытая повестка дня, так как мы уже много лет реализуем наши энергетические проекты. Просто сложившаяся сегодня в мире геополитическая ситуация резко увеличила спрос на наши ресурсы. Если так можно сказать, судьбе было угодно, чтобы сегодня, когда все наши проекты готовы, спрос на газ в Европе еще больше возрос. На состоявшейся недавно в Болгарии церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария, я также сообщил, что в минувшем году мы увеличили экспорт газа в сравнении с предыдущим годом на 40%. В этом году повысим примерно на 30-40%. Конечно, это требует крупных инвестиций. И мы готовы пойти и идем на это. Поэтому на основании подписанного с Европейским Союзом меморандума мы планируем увеличить в предстоящие годы экспорт газа в Европу по меньшей мере вдвое. То есть, если в минувшем году он составлял 9 миллиардов кубометров, значит в 2027 году составит по меньшей мере 18 миллиардов кубометров, а может и больше. Сегодня начинается эксплуатация новых газовых месторождений. Будет увеличена добыча на действующих газовых месторождениях. Одновременно использование в Азербайджане возобновляемых источников энергии создаст большой объем запасов природного газа. Кроме того, в результате повышения эффективности энергетического хозяйства потери в определенной степени будут сокращены. То есть, мы не столкнемся с такими потерями. Поэтому сегодня несколько трудно представить возможный потенциал экспорта газа, так как он может быть еще больше. Конечно, мы предельно скромно называем эти цифры. Мы называем те цифры, в осуществлении которых полностью уверены. Но уверен, что будет больше. Наш газ, нефть, а также электроэнергия будут экспортироваться на европейский континент. Для достижения этого в настоящее время разрабатываются конкретные программы. Возможно, несколько рано говорить об этом. Однако надеюсь, что в ближайшие 6-7 месяцев в этой области будет достигнут серьезный прогресс. Поэтому Азербайджан станет очень важным стратегическим энергетическим партнером для Европы. И не только для Европы, но и всего мира.